Добрый ранец, Беларусь! Доброе утро, наша любимая страна! Мы напоминаем, что Анна Квилория и Мариана Муренкова сегодня вместе с вами встречают новый вторник. На календаре у нас уже 14 ноября. И никак, никак нельзя терять ни минуты времени. Потому что мы уже не вдвоем, мы уже втроем. Ведь с нами медиатор и психолог Алла Комаровская. Наша любимая рубрика Актуалочка в эфире Доброе ранец, Беларусь. Доброе утро! Доброе утро! У меня вторник всегда с хорошим настроением, потому что красивая, потому что куча комплиментов от вас. Спасибо, девочки. Мне всегда с вами приятно. То есть мы не абьюзеры, да? Нет, я думаю, что к вам это точно не относится. Чему бы я клоню? К тому, Мариана, что мы сегодня продолжаем тему токсичных людей и углубимся в абьюз. Кто такие абьюзеры, как не попасть в их ловушку и как не навешать ярлыков на нормальных людей, которые не обладают такими признаками. Аллочка, мы сегодня сделаем акцент на абьюз в отношениях? Да, на абьюз в отношениях. Почему? Потому что сейчас это, как я поняла, очень такая красная тема, да, очень сложная для многих. И вот здесь очень важно, опять же, не навешивать ярлыков на людей, поэтому нужно знать признаки абьюза. В первую очередь, кто это такие люди, да? Те, кто хотят контролировать жизнь жертвы, да, с кем они строят отношения, с тем, чтобы унижать, с тем, чтобы доминировать и эмоционально, физически или материально заставить ее зависеть от абьюзера. То есть воспринимают жертву потенциальную, как свою собственную? Да, совершенно верно. И вот здесь очень важно не попасть в их ловушку. Почему? Потому что они двулики. И, знаете, в начале отношений они очень обходительные, внимательные, харизматичные. Прекрасные актеры. И девушка думает, боже, я ждала тебя всю жизнь. Всю свою жизнь. Да, наконец-то. А он еще умеет, да, подыграть этот абьюзер. Конечно, конечно. И вот здесь они очень стараются быстро создать отношения, семью. Они говорят, я люблю тебя всем сердцем. Через день недели. Ты единственная женщина в моей жизни, да. И предлагают руку и сердце, я хочу от тебя ребенка, семью. Для чего? Это все делается хладнокровно, для того, чтобы женщина попала под контроль, под материальную зависимость. И чтобы усыпить бдительность, войти в зону доверия. Совершенно верно, Марьяна. И вот здесь вот ловушка. Поэтому очень важно не торопиться, пообщаться и видеть признаки. Какие это еще? Например, человек будет пытаться контролировать все, вашу жизнь, проверять ваш телефон, почту, компьютер, ставить на гаджеты различные программы с местом положения вашего, да, просить отчитаться, где вы, с кем вы. А второе, это отрезать вас от общества, от семьи, от друзей. У тебя плохие подруги. Да, от друзей. Для чего это делаешь? Для того, чтобы человек полностью был зависим только от абьюзера. Потому что он в процессе этих отношений думает, у него падает самооценка. И он думает, боже, да, только он меня будет любить, я какая-то не такая, или я не такой, и мне нужно только с этим человеком время проводить. И что самое страшное вот в этом, когда он отрезает? Самое страшное, что человек, получается, он лишен поддержки всяческой. Он не может обратиться ни к друзьям, ни к близким, ни куда-то за помощью, потому что у него есть страх. Он зависимый. И это полностью вторжение в личное пространство человека. Еще зачастую этих друзей и родственников также настраивают против этого человека, жертвы. Да, да, может и быть и такое. Поэтому здесь очень важно сохранять самообладание и поддерживать свою здоровую самооценку. Общаться с людьми, которые вас любят, которые вас поддерживают, делают вам комплименты. Рядом с которыми вы чувствуете себя в ресурсе. Хорошо. Совершенно верно. Давай скажем о том, что, возможно, мужчины, которые сейчас нас смотрят, подумали, ну, конечно, собрались тут женским клубом, рассказывают, что мы такие мужчины страшные. Не все. Но ведь есть же иногда и женщины абьюзеры. Не иногда, а абсолютно одинаково. Яркий пример не абьюзер. Настоящий подружек. Абсолютно нету здесь гендерного признака. И чаще, ну, в принципе, бывают мужчины, но у женщин это тоже очень ярко проявляется. Потому что это доминирование, это частые оскорбления. Ты не такой, ты все делаешь не так. Вообще, зачем я с тобой связала свои отношения? И человек пытается все больше стараться на трех работах работать. И все равно он какой-то не такой. Не дотягивает. И он думает, боже, ну, наверное, надо держаться мне этой жены, потому что другая, ну, просто меня вообще не полюбит, не будет со мной. Поэтому здесь и женщинам это свойственно, и мужчинам, да. И здесь вот в чем отличие, например, нарциссов от абьюзеров. Если нарциссы, они внутрь себя больше обращают внимание, вот они такие, от внешнего мира требуют к себе внимания. Ну, скажите, какой я хороший, я восхитительный, я грандиозный. Да, то абьюзеры, они хотят контролировать свою жертву для того, чтобы доминировать над ней. И вот получают от этого удовольствие. Но не будем забывать, что и психопаты, и нарциссы, это все тоже абьюзеры. Вы знаете, что каждый нарцисс немножко абьюзер, но не все абьюзеры нарциссы. Да. Вот здесь вот нужно это понимать. И тут нужно обозначать свои личные границы. Потому что, когда мы строим отношения, нам очень важно знать самих себя и знать, о чего мы хотим, и как с нами можно, и как с нами нельзя. И обозначить, например, что я по пятницам хожу с девочками в танцевальный кружок, и все тут, крутись как хочешь. Или, например, у меня, у мужчины, по четвергам футбол. Ну, и так далее. А забираешь меня в пятницу, утром, без бара. И вот здесь вот, если человек абьюзер, он будет нервничать, как это так, как это вы выпадаете из-под его контроля. И здесь очень важно знать себя, знать, чего вы хотите, как с вами можно, а как с вами нельзя. То есть основное противоядие против всех токсичных людей, против абьюзеров, чтобы не попасть в лапы даже в отношениях, это, опять же, любовь к себе, знание себя и нормальная самооценка. А, вот маленький еще вопрос. Ну, вот, там, например, наши бабушки и прабабушки, они вообще вот такое поведение называли. А это такой вот хороший, крепкий муж. Вот как распознать, действительно, хороший... Не, ну, наши бабушки говорили, бьет, значит, любит. Это как бы не является личным. Ну, не все бабушки так говорили. Ну, на самом деле, вот ты, я к чему это все? Ты сказала, что важно отличать. Где действительно вот такой заботливый, может быть, да, где-то суровый муж, либо там такая вот, может быть, там, не совсем уж и ласковая жена, но любящая тебя, искренне. Так. И где абьюзер? И где абьюзер? Во-первых, люди, которые ценят свои отношения, они будут идти навстречу, они будут прислушиваться. Если вы будете говорить со мной, так нельзя. Я хочу ласки, любви, заботы, мне нужно внимания, я хочу с тобой выходить куда-то в общество, да, и они будут идти вам навстречу, они будут думать, да, наверное, я где-то переборщил. То есть просто направляешь? Конечно, вы направляете, а абьюзеры, они не будут вас слышать, потому что, как правило, они не понимают, например, что это деструктивно для жертвы, они просто действуют хладнокровно, не хотят ничего. Они просто будут подстраивать реальность под себя. Да. Есть, бывают абьюзеры, которые, например, понимают несознательно. Сначала вот они действуют несознательно, а потом понимают, боже, что я натворил, и испытывают глубочайшую вину и стыд, но если они не пойдут излечивать свои психологические травмы и не научатся контролировать свои эмоции, то это будет деструктивно и для них, и для людей, с какими они общаются. Ну, и насчет абьюза вот я бы хотела еще сказать, что очень важно любой женщине, например, да, обращать внимание на свое психосоматическое состояние. Если она всегда чувствует себя уставшей, какой-то виноватой, плохо, какие-то болезни проявляются. Плохо спит. То значит, да, плохо спит, худеет или полнеет. Тоже нужно обратить внимание на того человека, который рядом. Конечно, это может быть совершенно не абьюзер, а обычный человек, с которым вам некомфортно. Поэтому поддерживайте здоровую самооценку и укрепляйте ее. Алла, всегда ли сознательно действует абьюзер? Или все-таки это, ну, так случилось? Может, у этого человека на самом деле детские травмы? Смотри, есть три причины основные, почему становятся абьюзерами. Первое, это ролевая модель в семье, потому что дети считывают и копируют победение родителей без фильтров. И для них это норма. Ну, вот папа бьет, значит, любит. Вот это и есть любовь. Второе, это психологические травмы. Например, папа был или мама очень жесткие, очень контролирующие. И ребенок впитывает такую когницию, что если я кого-то страшу, значит, на меня никто не будет нападать. Соответственно, мне нужно быть сильным, чтобы не быть беззащитным. И третье, это уже врожденные девиации. Это может быть даже и биполярное расстройство, и нарциссическое расстройство личности. Да, уже тип личности. Да, тут и медикаментозное лечение, возможно, нужно. Да, и вот в третьем случае они же не понимают, что это последствия, например, ролевого поведения родителей. Их нужно лечить. А в первых двух случаях это лечится, но нужно желание самого абьюзера. И в третьем случае самое важное, что у этих людей нет чувства вины. Хотя у первых двух, мне кажется, существует, и они могут исправляться, да? Ну, бывает, да. Если они уже потом понимают, что они были неправы, то это хороший признак того, что это можно излечить. Ой, отлично. Как сказала Марьяна Васильевна, в начале программы поможет нам электрофорез. Ну нет, нам поможет медиатор и психолог Алла Комаровская. Аллочка, спасибо тебе большое за прекрасные советы. Надеюсь, все, кто был у экранов, вынесли для себя что-то полезное. Да, обязательно. И не путайте абьюзера и неабьюзера. Да, проверяйте, слушайте свое сердце.